здравствуйте мои дорогие я сегодня хочу поговорить о бедных или даже не бедных и богатых а состоятельных людях и мало состоятельных людей я вам говорила что у меня есть кафе и я очень много общаюсь с людьми разных сословиях разного достатка и вот такой вывод сделала слушайте ну вот я удивляюсь приходит мало состоятельный человек хочет сделать день рождения боже мой насколько с неприятно складывать меню насколько с неприятно разговаривать не успеешь аска ну да конечно ну хорошо рассказываешь например рассказываешь цены на меню и советуешь обычно люди же не знаю когда приходит кафе как вот сколько портить и ты советуешь и люди тебе верят вот мало состоятельных у кого денег немного тебе верит соглашаются да конечно хорошо там или могут сказать ну не переживайте деньги есть Люди один раз в год делают день рождения, но они собрали деньги. Это обычно ко мне приходили рабочие, люди среднего достатка. Насколько приятно с ними иметь дело, вы себе представить не можете. Только заходит человек с какой-то должностью. Не все, конечно, не все. Но есть такая тенденция. Заход, заходит человек с должностью. Видно, что с деньгами приезжает на шикарную машину и жмется, и жмется. А это не надо. Да кто это будет кушать? Да зачем оно надо? Я так думаю, боже мой. Ко мне приходил человек, муж и жена пришли. Ну, как слава богу, боже мой. В общем, мужа уже нет. Это живая, жена выехала. Я могу рассказать, знаете, в нашем городе маленький. Наш город маленький. И вот что-то рассказываешь, не называя ни фамилии, ни имени не рассказываешь. Вообще не называешь. Мало ли какая ситуация будет. А вот ты сказала, а вдруг подумали. Я говорю, ну что сказала, что подумали, если я не называю ни фамилии, ни имени, ничего. Я имею право, мой канал хочу рассказываю. На примерах я должна людям что-то донести. В общем, пришли муж и жена, и муж выходил на пенсию. Люди дорогие. Пригласил он 50 человек. 50 рабочих. В основном там были рабочие. После работы, в пятницу после работы. Люди голодные. Кучу алкоголя привез. Еды. Как? Я у них выпрашивала. Выпрашивала, что же закажите это. Например, рабочие, все работники, люди, мужчины любят курицу. Знаете, что мне сказала насчет курицы? Женщина сказала, ну, в салате же есть курица. Там был салат с курицей, но там немножко курицы. Ну, в салате же есть курица. Что не предлагаю? Все не то, все не так. Это дорого. Да это кушать не будут они. Чего это они не будут кушать? В общем, приехала, пришли 50 человек. Красиво, очень красиво его поздравили. Вручили конверт. Потом мои девочки узнали. Хорошую, приличную сумму собрали со всех, ну, вот эти работники. Люди, столы были пустые. Я еле-еле, у нас же есть лимит, на какую сумму надо, знаете, приобрести, заказать. Она выбрала самое-самое такое недорогое. Как-то она за счет алкоголя восполнила эту сумму. Столы были пустые. Нам было стыдно. Мы выносили вот эти остатки по полблинчика на человека. Мужчине по полблинчика. Говорит, блинчики же можно разрезать по полблинчика на человека. В конце она принесла много мясного. Мы нарезали на тарелку, как положено, на тарелку на петербургах. А потом, когда рабочие все это поели, закончилось же. А у нее в холодильнике еще было ее мясное. И девочки подходят, говорят, так может быть нарезать мясное, потому что столы пустые, кушать уже нечего. Она, да не, не надо. Так мило улыбаясь, кстати. Да нет, не надо. Они скоро все равно уходят. Господи, я подумала, боже мой, ты же провожаешь человека. Твой муж идет на пенсию. Там на станции атомные у нас хорошие дают еще, знаете, на пенсию. Кто выходит, хорошие деньги дают, кто выходит на пенсию. Ты же один раз, да куди достойно. Или такое твое отношение к твоему коллективу было плохое. Или ты такой жмот. Причем двое. Ладно, муж бывает, она жмот, жена в уме. Или бывает, жена жмется, муж говорит, нет, пусть будет. Ну такого я за 16 лет кафе, я такого не видела. Но вот есть такие люди, люди при деньгах и жмутся, жмутся. Я вот не могу понять, как они вообще живут. Что им вообще Бог дает. И мне так было стыдно. А я сейчас с камерой наблюдаю, у меня есть пульт вывезен у меня дома. Я смотрю, столы пустые, бедные это рабочие. Они уже выпили, а в ноте, ну что там, чуть-чуть пьют, а закусить-то нечем. Они бедные опьянели. И вот такие ситуации нас встречаются. Ну слушай, приходят рабочие нормальные со средним, например. Ну не обязательно рабочие, просто среднего достатка человека. Если он уже решил сделать день рождения, то он его делает достойно. Вообще, как важно в жизни достойно себя вести. Не важно, ты день рождения делаешь, или ты просто куда-то идешь в гости. Например, когда я иду в гости, я не смотрю, что там у человека, ну какой подарок. Я вот, я делаю это для себя. Я выбираю подарок, чтобы я себя хорошо чувствовала. То есть даже, может быть, к человеку я, знаете, не очень хорошо отношусь. Но я выбираю достойный подарок, чтобы я, для себя, чтобы я зашла туда нормально. И вот так, иногда такие ситуации бывают. Я вот не могу понять, почему люди состоятельные так жмутся. То есть, когда говорят, вот, люди состоятельные жмутся, а люди с малым достатком, они себя ведут нормально. Правильно они себя ведут. Если ты приглашаешь на день рождения человека, то человек, во-первых, человек тратится. Во-вторых, он тратит свое время. Во-вторых, он финансово тратит, потом тратит свое время. В-третьих, он уважает тебя при ходе. То как же ты можешь пустой стол подать ему? Ну, я не знаю, мне тогда так было. Мне было стыдно, моим девочкам было стыдно. Она вот тогда была, когда вот за пенсию выставлялась. Мне было стыдно и моим девочкам было стыдно. Мы говорили, там, девочка говорила, ну, ты же, ну, как заказали, мы все вынесли, а те рабочие помнили. Я говорю, да, так и понятно. Так что, я не знаю. Очень вот страшно, когда человек скуп еще в душе. Это скупые душой люди. Я не думаю, что у них, возможно, у них все, хорошие дома, хорошие квартиры, хороший ремонт. Но я думаю, если они скупы так, они скупы и в отношениях. Я не думаю, что у них хорошие отношения с детьми. Вот не думаю я, нет, нет. Они вот, нет. Знаете, одна такая история была. Мне пришла женщина, рассказала, откуда вы идете там. Она говорит, а я иду, боже мой, иду от своей знакомой. Они одногодки были, им под 70. То есть, такой огромный дом выстроил он для своей жены и для детей. А дом пустой. То есть, дети не хотят, сейчас молодые не хотят жить. Огромнейший дом, дом пустой. Дети там по квартире сняли или где-то там на других квартирах живут. А они живут вдвоем, пожилого возраста вдвоем в огромном доме, где он пустой. Это, знаете, это одиночество. Буквально, ну, просто люди одинокие. И убирать, за ним смотреть не могут, потому что тяжело. Но большой дом. Для чего строить огромные дома? Я строю дома, чтобы вместе все жить. Дома такие бывают огромные, что там внутри они не видят с утра до вечера друг друга. Это я вам точно говорю. Я вот слышала, дома такие огромные. Не могу найти, не знала, когда дочь вышла, когда сын вышел. А с этого дома даже не увидела. Только вижу, о, машины нет. То есть, в этом огромном доме и одиночество, и, я не знаю, и скупость, это, наверное, влияет на отношения. Если в маленьких, небольших квартирах, а люди дружно живут, за одним обеденным столом встречаются. А если огромные дома, ну, построил, ну, отгрохал дом. Силу уложил или что там, не знаю, вложил. А душу, ты душу не вложил в семью, чтобы в этом огромном доме собираться. Так что, не знаю, люди. Вот эта фраза, часто я слышу, состоятельные люди обычно говорят богатые. Не хочу я говорить богатые, потому что другой не был бедный. Богатые люди скупые. Да, это я вам могу подтвердить. Я много лет общаюсь с людьми. Я вижу, чем круче человек, тем меньшим старается как бы выложиться. Приглашает людей. Вот, например, у меня была ситуация, пришел человек, кстати, он умер. Молодой парень умер. И он начальником какой-то, каким-то работает. Молодой. И он сложил меню. А жена его сидела, я когда в каком-то видео рассказывала. Жена его сидела вот так. Я вам показываю, как жена сидела. Жена его вот так сидела. Я уже рассказывала о каком-то видео. Вот так она сидела. Моя бедная девочка не знала вообще, как с ней разговаривать. Я уже по виду Марины. Там у меня Марина такая девочка была терпеливая, терпеливая. Я смотрю, что у Марины глазки уже бегают. И я говорю, Марина, ну-ка, отойди. Вот так сидела. Я уже подошла. Она сидит вот так. Так она меню складывает, слышите? А меню, стол там. Я уже подошла, я говорю, если у вас нет настроения, давайте другой день встретимся. Вот так сказала, как я вам сейчас скажу. Она быстро пришла в себя. Быстро пришла в себя. Но не простила. Они мне это не простили. Они заказали меню, мы им сделали, все хорошо. А знаете, у меня зал рассчитан на 100 человек. В договоре я пишу, что если у вас общая сложность, людей должно быть 60-70. То есть, если у вас 20 человек, мы кафе еще открыты, то есть, могут люди прийти, чтобы заказать. Но если вы хотите весь зал заказать, вы платите определенную сумму, допустим, 5 тысяч, а тогда они заплатили 2 тысячи. То есть, это все было проговорено, они сказали, ну, нет, на 2 тысячи и все. 20 человек было. Слушайте, пришли люди пить пиво, сангушка у нас пиво. Пришли пить пиво сангушка, и он подошел к бармену, говорит, а что это вы алкашей сюда пускаете? Тебе говорят, как алкаши, какие алкаши, они у нас все, постоянные наши клиенты. Почему они алкаши? Ну, сангушка только пьют алкаши. Во-первых, сангушка очень хорошее пиво, его в другие страны, города выводят с Украины, у нас рядом завод, там выпускает это пиво. Представляете, сангушка, люди пьют сангушка, он разозлился, понимаете, что вообще как-то сунулся кто-то в это. Кафе, увидел, что это все-таки его рабочие, его подопечные, и начала говорить им, что они алкоголики. А они не алкоголики, обычные ребята. И я так понял, боже, ну какое-то чмо, просто чмо. И уходя, там что-то сказал, да у вас там не все, в общем, что-то хорошо. В общем, в итоге он потом умер, какой-то такой смертью непонятной. Странно, что умер, обычно хорошие люди быстро уходят. Вот. Какая я добрая, видите. Вот такие дела. Боже мой, старайтесь обходить этих состоятельных. Потому что некоторые состоятельные люди, некоторые хотят с состоятельными дружить, общаться, хотят, чтобы дети вышли за состоятельные. А неизвестно, как это все. Состоятельные, знаете, когда хорошо? Когда вот ты сам своим трудом, трудом нажил и пошел. А когда вот так на каких-то государственных работах работают и становятся очень состоятельными. Во-первых, сами понимаете, каким путем часто они становятся состоятельными. Особенно взрослые люди, такие, например, 50, 50 с чем там лет. Они очень состоятельные, они всегда честным путем приходят к этому. Вот молодые сейчас, они такие... Молодые, они очень талантливые, они новые технологии какие-то, в каких-то фирмах они работают. Им платят хорошо, да. Своим трудом, своими мозгами они зарабатывают. Состоятельность, состоятельность и рознь, знаете. А вот сколько я встречала? Ну да, они работают на хороших работах. Уже вот, например, на станции у нас работают некоторые... Вот у них уже дети и внуки там работают, работа там получает хорошо. Но вот попадалось мне несколько персонажей, но таких скупых, таких скупых дальше некуда. Я просто в шоке была. А проходили простые рабочие с той же вот станции, проходили простые люди с простой должностью. И намного... Так приятно с ними было общаться. Такие они щедрые душой, понимаете. В общем, много я что-то сказала, одно и то же говорю. Всё, подписывайтесь на мой канал, обходите богатых и скупых. Не говорю, что надо к бедным тянуться. Нет. Нужно тянуться к богатым душой людьми. У кого душа богатая, щедрая, тогда всё будет, всё наладится. Тогда и в доме будет, за обеденным столом все будут собираться. А так, знаете, можно в большом доме, в красивом, который тебе завидует, оказаться там одним и остаться одним и умреть там. Ну, в общем, живите долго. Всего хорошего. Я надеюсь, мои подписчики хорошие. Я уверена, потому что я раздражаю некоторых, тех, которые не принимают мою точку зрения. Всё, подписывайтесь, ставьте лайки, говорите, какая хорошая. Пока!